Всем привет! Мы с вами сегодня в магазине Floreville. Это Москва, Ступинский проезд, дом 1, строение 6. Вот так выглядит фасад нашего здания. Поменяли они, может быть, наверное, месяца три назад вывеску. Ну и вот наш зал горшечных растений. Сначала мы посмотрим, что у нас в волшебном шкафчике. Тут у нас два кустика, желтая бабочка Fuller Sunset и Montpellier. Вот у нас цены. 6400 оптовые, 9300 розничные. Montpellier бабочка 8200 и почти 12000. На Montpellier давно уже нет, но редко уже встречается. Так что, в общем-то, про цену сейчас сложно сказать, сколько то, что редко встречается, уже подороже стоит. А вот желтая бабочка, она сейчас часто бывает в группах продаж. Цена ее вот у Zibo 5100 была. Последний раз она привозила ее на этой неделе, на прошлой. Ну, если сравнивать так, то азиатский тоже сейчас сорта уже стоит недешево и где-то в районе 22000 будет стоить. Но неизвестно еще, как процветет. Так что, здесь получается, если вот так вот... Там еще скидка почти за что-то была. Так, это мы уже дальше пошли, а я все болтаю про желтую бабочку. Вот такие подвесны, но ценник пробивался только на вот такую хойку. Цена получается 2000 рублей за розничная цена. Почему? Решила подставлять сейчас. Некоторые все же приобретают через ИП, чтобы было со скидкой. У кого есть своя регистрация. Поэтому, если где пробивала сама ценник, то я решила вставить эти ценники сюда в видео. Цимбидиумы и был приятный сюрприз, что они стоят наконец-то отдельно, не напиханы там на стеллаже, а вот красиво и просторно на таком вот подиуме. В расцветке мы с вами видим, вот у этого кустика полный распуск, а остальные были еще с бутонами. Вот такие вот все свеженькие, красивые. Конечно, кусты у них большие и там в тележке тесноватые. Хойки некоторые люди просили поснимать, что есть в наличии, по каким ценам. Ну, конечно, лично мое мнение на Авито посмотреть их. Там черенки есть в продаже от частных лиц. Им можно присмотреть поближе к дому. Но есть такой нюанс, что некоторые не любят с энергетикой дома, там, чужого. Препочитают из магазина. Пусть будет, возможно, дороже. Ну, это личное дело каждого. Так вот у нас цена 800-600 рублей, если там будет. Аптовая цена, опять же, на Авито, они будут рублей по 500 все. Были еще с темными листьями раньше. Сейчас почему-то я ее не вижу в наличии, но, видимо, разобрали все-таки. А подвесные та была за 2000, если так сравнивать. Хотя также вот 12-й горшочек. Ну, все, что оформляется дизайнерски, то сразу, конечно, с наценочкой. Вот в таком наличии хойки. Перейдем к орхидеям. Нас отодвинули. Ту часть зала закрыли для оформления всевозможных букетов в новогоднем стиле. Флористы там работают. Так что мы теперь тут на задворчиках. Сразу хочу сказать, ассортименты очень интересные, но цены не всегда. К сожалению, Леодора. Леодора привезли много. Цену вы видите на экране. Как всегда, голландские Леодора крупные, раза в два крупнее азиатских. Причем и дома они такие же крупные вырастают. Ну, не такие, прям, может быть, чуть поменьше в диаметре сантиметра, но где все равно крупные, крупнее, чем азиатская селекция. Не знаю уж, что, как они так делают это. Пандора в категории микс на один цветонос тысяча семьсот рублей. У нас будут еще миксы и на два цветоноса, и на один. Камбрии, точнее, одна Камбрии. Нет, там где-то три кустика, но вот такие вроде все. 1841 рубль розничная цена. Ну, наверное, в Леруа Мерлин они по той же цене. Вот мы с вами были последний раз в Леруа Мерлин на Варшавке. Хотя цены, конечно, в Леруа Мерлин отличаются по всей стране. Даже по Москве отличаются. Вот если взять Леруа Мерлин, который ближе к центру, точнее, вообще в центре, там, конечно, будет чуть подороже. Вот такая темненькая. Она какая-то не армия, она, конечно, проходит как она. Это новый тестовый сорт. Вот очень интересная кожная такая структура у нее. Ароматные. Это у нас Мордин Бриз. Они около 3000, но мы с вами посмотрим еще ценник. В другом месте их побольше. Вот такая крупная Леадора. Очень красивый цветок с переходами. Пахнет волшебно. А вот такие мультифлорки в частных группах они по 3500. Здесь 4. Примерно та же цена. Опять же, сравниваем с группами продаж, но здесь это полноценный магазин со штатом, сотрудников с отпусками, с больничными, с налогами. Вот. А частные группы – это все-таки несравнимо, да? Ну, опять же, магазин магазину рознь. Мы имеем в виду магазин полноценный, куда мы с вами можем прийти в любое время, в данном случае дня и ночи, потому что Флоревилли работает круглосуточно. А так вот, даже если магазин работает там до 8, то все равно до 8 часов в любое время мы можем с вами прийти. Я говорю о таких магазинах. И нас никто не выгонит, гнать нас оттуда палками никто не будет. Пират Пикати, розовая бабочка, классическая. Цена у нее 3800. Ну, опять же, сравниваем. Если в частных группах, то это такая же цена будет 3500. На мой взгляд, вот в классическом варианте бабочка пирата красивее, чем красного. Красного там, не пойми, что это Рауль, не Рауль. А вот розовый пират Пикати прям очень очень такая складная, но яркая в то же время. Здесь у нас микс на два цветоноса. Ценник мы сейчас с вами посмотрим. На заднем плане, кстати, скульптор. А это Вероника. Вероника у нас поразительный сорт, в последнее время стала приходить с корнями. Все года всегда без корней. Ну, всегда. А сейчас? Вот это, я думаю, что не мутация, а такое она и есть такая вот. Кто это? А вот это, кстати, Армион. Вот эта темненькая, это и есть Армион. Разнообразные миксы на два цветоноса. Цена у них 2200. Ну, мы с вами посмотрим еще ценник на них. Вот такой Беглип мультифлорный, без корней. А вот это наподобие КВ Бьюти. Очень эффектные губа. Прямо нежнейшая такая, сиреневая. И она разная на цветочках. Отличается. Очень эффектные. Прямо мне понравился. Также вот то, что она такая с полосочками, все равно смотрится так. Прямо вот именно это и придает ей такой вот форму, так подчеркивает. Амстердам. Она у нас по цене почти 2000. 1922 на два цветоноса. Мельтоний. Мельтоний так и не просканировал. А вот этот чили, который без корней, вот он там тоже на около 2000. Чили. Чили. Ну вот они, парфюмерки Микс. Цена 2900. И на Будду, бронзовая Будда, такая же цена. Это у нас Дасти Белль. Рядышком Диффьюжн. Вот у старых фабрик, вот которые такие классические, да, у них очень красивые листва. А маленькие с ценосами с точки роста. Новые фабрики уже идут с более простыми листьями. Они, конечно, с рисунком, но они уже не такие плотные, не такие яркие. Все же вот классическая фабрика. Очень насыщенная у них. Листва такие красивые, прям глянцевые. Интересная орхидейка. Она у них проходит как Будапешт. Не она, конечно, не Будапешт, не Бухарест. А так вот очень яркая. И краб такая, и визнозность. И губа очень, очень, очень. Не зря мы уделили ей внимание. Ну и вот они миксы на два цветоноса. Black Stripes. Давно стоит он. Здесь уже давно. Еще мы тут с вами были месяц назад. В полном распуске уже весь. Очень такой темный, такой экземплярчик. Вот она по цене 2000. И там тоже на нее уже ценник. Вот это явно кто-то азиатский. Прям явно. Не желтый шоколад, но прям похоже. И цена ее... Сейчас посмотрим. Там был ценничек на... 2300. И 1600 оптовая цена. Вот такая мультифлорка. С гордым названием San Juan. А вот предыдущая желтая, которая похожа на желтый шоколад, она, скорее всего, ароматная. Посмотрите, какая прелесть. Очень красивые у них цветочки. Такого дымчатого лилового цвета. Открытый горшочек. Бульбы все такие прям наливные. Напитые. Ни одной морщинки. Так, вот это кто-то у нас. Треллипс. По сумасшедшей цене. 6 350. Батерфляй Кисос. 2 300. Тоже кто-то прям азиатский явно. Ну, подвигаемся мы с вами к последнему стеллажу. Это у нас кто-то. Настольная такая композиция. Двойной горшочек сразу. Возможно, кстати, там и фитиль есть. Кто-то или пульсация, или октопус. Очень явный рисунок. Это может быть как одна, так и вторая. Вот так вот оформлены. Часто такие нам привозят на праздники. На предыдущие 8 марта их много привозили. Так, 2 400. Настольная композиция. Синглы в этой же цене. Хотя синглы были дешевле. По цене миксов обычно. Всегда. Ну, сейчас уже цены поменялись. И сингл у нас стоит как сортовой. Здесь вот со скидочкой цена. 30%. Так, почему-то тут стоят они в оценке. Сейчас мы, может быть, отёки. Ну, уже подсохли так. Уже так ничего страшного. Так, и внизу у нас... О! Кого мы с вами увидели? Mickey Dancer 63. Груз Тоска. Ценник мы с вами на него посмотрим. Он есть. С цветоносом из точки роста даже. У меня такой дома. Во время цветения сбросил тоже все корни. Но при этом вот сейчас уже бутоны такие уже крупные. Стал новые корни наращиваются. Наращивают иногда довольно-таки быстро. Так что не сказала бы, что прям вот... Ну, неприятная картина, да, некрасивая так. Но в целом адаптируется он и быстро в рост идет. Но мой дома, он и был дома, да. А если этот, то есть, утаскать из магазина... Так очень, конечно, красивый, эффектный. И первый раз мы с вами его видим. Вот Фаленова вырастила нам. Вот его цена 2700. Ну, дорого, конечно. Змеиная кожа. Сейчас мы с вами посмотрим этот костик. Он один в наличии. Но змеиная кожа и в частных группах тоже дорого. Прям редко бывает и дорого. А вот это за 3700. Зибо недавно привозила из категории Микс. Проходит как Леопатра 3700. Слава богу, что наш Старшанинг проходит как в категории Микс за 2200. Вот она, Леопатра, как они ее назвали. И вот она вот и стоит 3800. Такая вот мультифлорка. Такой цены даже сказать нечего. Да. Вот это да. Вот это да. Ладно. Змеиная кожа. Дошли мы с вами до такого, что уже Голландия вырастила и в магазинах их продают. В частных группах она, конечно, разлетается на ура. Там цена 4 500. Насколько я помню. Очень красивая у него структура. Длинные такие цветоносы. Хороший горшочек с корнями. Ну, небольшая все-таки розеточка для такого цветения. Для такого цветения, ну, как бы, вот под такую розеточку здесь должно быть буквально вот один цветонос с 3-4 цветочка. Ну, никак не такой разветвленный. Ну, очень эффектная, конечно, и довольно-таки такой приятный сюрприз встретить ее в магазине. Прям такая коллекционная штучка. Мы с вами в отделе уценка. Здесь у нас изобилие. Выбор огромный. Хотите такую, хотите такую. Много цветущих. В основном все в хорошем состоянии. Вот такой у нас Big Lip. Если 2-300 стоит, скидка 50%. В общем-то, неплохо. Только вот, конечно, здесь из этого отдела на подарок уже не выберешь. Они, конечно, такие уже пожившие такие, скажем так. Несвежие. Несмотря на то, что радужные, даже с корнями. Потому что у радужных прямо это часто такая вот боль встречается. Отсутствие корней. Не просто отсутствие, а гнивые, да? Ну, в общем-то, можно так покопаться, посмотреть. Выбрать что-то. Интересно, какой похож на... Нет, не похож, конечно, на залом. Залом чистый. А этот... Ну, может быть, на какой-то Golden Cheese похож. Может быть. 70% скидка. Ну, вот этот вот не уверен, что он так прям с легкостью, как денсер, нарастит корни. Вот такая фабрика здесь. Это у нас скидка 50%. Если смотреть так... Корней нет вообще. Ну, вообще нет. Это у нас Валькион. Валькион, кстати, пушистый дома не цветет. Вот у меня был не очень обильное такое домашнее цветение. Ну, у меня, конечно, она не многолетняя была, скажем так, но в сравнении вот домашнее цветение потом того же Адориана или не Адориана, то сравнивая с Валькиным, Валькион прям плохо так. Не очень обильно цветет, но цветок, конечно, очень красивый. Такой постельный, перламутровый. Вот еще какой-то триллипсик с скидкой 50% или 60%. Ну, розеточка вообще. Ну, просто. Ну, настолько миниатюрная. Не должна быть, конечно, такой. Ну, хотя, может, оно, конечно, бывает само по себе. Вот растение маленькое. Ну, вот здесь взрослые. Розеточка все равно маленькая. Ну, мне кажется, здесь должна цена побольше быть. Ну, вот они все. Здесь уже плохо фокус ловит. Цвета нет. А вспышка все перекрывает. Это не дендробиум. На них 50% скидка. А цена их, не буду врать, но, наверное, в районе 2 тысяч. Ну, на этом все. Наш обзорчик подходит к концу. Все, всем пока и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok